В этом году зима началась довольно рано. Если в 2020-м жители мучил вопрос, можно ли слепить снеговика хотя бы в Новый год, то нынче такие вопросы отпали сами собой и возникли другие. Когда уже выпавшие осадки уберут с улицы тротуаров? Эта проблема остро стоит и в поселении коммунистический. Зима началась у нас достаточно снежная. Стараются чистить дороги качественно, но не всегда получается в срок. Особенность нашего поселка, такая глубокая особенность, особенно для тех, кто выходит на контракт по грядированию содержания дорог, сложная. Потому что поселок растянут, у нас есть некоторые улицы по 4 ряда, у нас очень много переулков. Конечно, для нашего поселка проблема дорог в зимнем содержании очень значительная. Контракт на уборку и содержание дорог коммунистического выиграл один подрядчик еще в июле текущего года сроком на один год. Но даже он не в силах чистить все снегоуборочной техникой в связи с особенностями поселения, так как есть широкие деревянные тротуары, которые необходимо чистить вручную. Но здесь приходят на помощь в уборке снежных осадков работники центра занятости. В Алябьевском все немного проще, так как снегоуборщиков там поболее. У нас нынче зима очень рано пришла, то есть приступили мы к очистке снега еще 25 октября. С сегодняшнего дня мы приступили, скажем, к вывозке снега, то есть с перекрестка улиц Собочин. Ну и там периодически тоже выполняем там обработку, там скажем, где у нас асфальтобетонное покрытие, то есть песко-средственной смесью. Администрация поселения перед зимним периодом заключила два контракта с двумя подрядными организациями. По заверению специалистов, к уборке и вывозу снега они относятся очень добросовестно, и выпавшие осадки убирают буквально в течение нескольких часов. Отсюда следует и оценка жителей Алябьевского. Ну убирают, хорошо так убирают они, мужики вот эти. Бровки вот сейчас только стали убирать. Ну нормально, я считаю. Нормально устраивают, чистый снег. В целом ситуация в советском районе в плане уборки и вывоза снега разная. Где-то, возможно, не хватает необходимого количества снегоуборочной техники, либо сложная транспортная инфраструктура. Где-то, наоборот, и техники хватает, и дороги шире. Тем не менее, главы стараются сделать все, чтобы жителям было комфортно ездить и ходить по дорогам поселений. Александр Неконоров, Максим Красный, Иван Лободин, телеканал Первый Советский.